Ну, так уж повелось. Всегда мир был многополярным. Но в какие-то моменты истории в силу входили определенные страны. Когда-то на каждом этапе какие-то свои. Когда-то Древний Рим завоевал полмира. Когда-то Греция. Потом Франция с Наполеоном завоевала почти всю Европу. Потом Германия. Вот какие-то страны вырываются в лидеры. Потом они могут вообще исчезнуть, эти страны, как и исчезли какие-то древние цивилизации, древние страны, которые когда-то были главными. Ну, сегодня у нас, значит, главная страна в мире Америка. Но Россия не может не быть каким-то оппонентом Америки. Потому что страна, которая по площади просто занимает первое место в мире, а по населению, я не знаю, какое там, не знаю, пятое, наверное, после Китая, Индии. И, конечно, страна, обладающая ядерным оружием, но с ней нельзя не считаться. И если наша страна пойдет по пути реформ и как-то, значит, все-таки управление нашей страной станет более осмысленным, то у нас есть все шансы противостоять Америке, авторитетно противостоять Америке. Но так, во всяком случае, сейчас к нам стало больше уважения. Пусть там нас боятся, пусть нас сейчас вот этими самыми санкциями пытаются задавить. Но, конечно, пока мы в 90-е годы были в развалинах, то никто с нами не считался. Тем более, я думаю, и американцы считали, что мы у них в кармане, поскольку столько советников здесь было и столько делалось по рецептам американским. Но сейчас мы отходим от этого все дальше и дальше. И, конечно, идет борьба уже между Америкой и Россией. Она уже идет давно. Сначала под ковром, теперь уже вышла наружу. Но, я думаю, наверное, скорее всего придет мир к этому двухполярному решению.